Добрый день, мои дорогие друзья! Ещё один хороший день. Солнечный, тёплый, прекрасный. Готовлю обед. Что-то у меня сегодня не заладилось с котлетами. Почему-то они у меня пристали. Сковородка была чистая, вымотая. Вероятно, я её плохо нагрела и положила в фарш. В смысле котлетки. Начала переворачивать, а они всю шкурку оставили на сковороде. Сковорода замечательная, хорошо всегда жарила. Но что сегодня произошло, даже не представляю. По второму разу переворачиваю для того, чтобы обжариться. Так, видите, видите, как шкурка вся на сковородке. Вот так вот. Так же варю картошку, бурак и морковку. Хочу сделать виногрет. Капуста кислая у меня есть. И вот хочу сделать. А картошку жарить я не буду. Что-то я уже напилась кофе с конфетами. И я как бы то сыта. Поэтому мне уже больше ничего делать не хочется. Совершенно. Вот дожарю. Дожарю котлетки. И потом вот сейчас у меня доварятся мои овощи на виногрет. Надо будет их почистить. И пусть остывают. А потом порезать. Вот так вот. Вот такие вот у меня планы на сегодня. Дело было вечером. Делать было нечего. Сварила овощи. И вот. Можно уже отдохнуть. Пойти телевизор посмотреть. А я пошла на кухню резать винегрет. Вот. Капустки много сюда. Я люблю, когда много капусты в виногрете. Вон еще полбанки у меня осталось. Хорошо, что когда в магазине, можно пойти ее и купить. Не надо самой вот этим заморачиваться. Вот. Виногрет у меня тоже готов. Я думаю, что будет очень вкусным. А почему ему быть невкусным? Свекла, морковка, картошка, капуста. Больше ничего сюда не ложу. Ничего. Несоленые огурцы. Есть у меня баночка соленых, маринованных огурцов. Но я люблю побольше капусточки. Вот. Аж сленки текут. Как вкусно, мне кажется, здесь будет. Но сейчас на ночь я есть не буду. Уже 8 часов и как-то мне ничего не хочется. А что я сегодня ела? Девочки, а что я сегодня ела? Одну котлету со свежим огурцом и мороженое. Вот пришла с рынка, мороженое съела. Потом выпила кофе с пару конфетками новыми, минскими этими, или минчанка как-то он называется. А потом жарила котлеты и съела котлеты со свежим огурцом. Всё, за день вот это вся моя еда. И, честно говоря, я больше ничего и не хотела. Потом я посмотрела телевизор, там что-то смотрела. Давай поженимся я смотрела. Вздремнула. Захотелось мне чего-то спать. Наверное, часик подремала под эту передачу. Вот. Потом ещё там что-то посмотрела. А потом, думаю, надо мне сварить овощи и сделать виногрет. Пошла на кухню опять. Шмяка покормила. Он не доел, правда, печёнку свою не доел. Сидит на улице. Сегодня потеплее у нас. Вот. И всё. Можно идти отдыхать. Девятый час. Можно идти отдыхать. Потому что есть я не хочу. Ну, только что таблетки надо выпить. На сон грядущий, который положено пить. Вот так вот. Вот так вот у меня прошёл день. Кучки не пошла, не убирала с травой. А надо там кое-что поубирала. Две кучи нагребла. Но дождь их очень намочил. И тяжело их как-то это самое. И в мешок нагребать тяжело. И вилами это перекидать тоже очень тяжело. Не поднять. Он неподъёмный совершенно этот травяной сбор. Людуси ко мне сегодня не приходила. Дети тоже ко мне не приходили. День сегодня. День сегодня отдыха у меня. Всё, девочки, пойду я отдыхать. Кто сказал мне там, что краска не пахнет? Ещё как пахнет. Только открыла. И сразу такой запах в нос. Вот. Перемешала, потому что там она как-то... Смотрю, сверху очень-очень жидкая. Но краска свежая. На дне ничего нету. Нашла такую палочку. Это от орхидеи. Всё. Сейчас пойдём красить, девочки. Пойдём красить. Ой, надо же открыть сначала форточку там. А то потом... Как я буду возле трубы открывать? Так. Там у меня газета тоже лежит. Поэтому здесь вот положу. И пойду в ванную. Хорошо, что ещё в ванной есть форточка. Тоже открыла. Трубу почистила. Только в одном месте почему-то она у меня вот так вот облезла. Я её скребла-скребла. Думала, что ещё где-нибудь. Но нет. Но нет. Вот. Больше не лупится. Но это уже я поскребла. Поэтому она вот уже стала такая больше. Снизу вообще нормально. Хоть она вот такая вот какая-то... Ну, здесь ничего не скребётся. Всё. Будем красить. Ну, что. Думаете, на этом работа закончилась? Покрасила здесь в ванной трубу и всё замечательно? Нет. Я увидела, что плитка какая-то с сыростью покрытая. Знаете, как очки не одеваешь, свет не включаешь. Зашёл в туалет, сходил и вышел. А тут в очках увидела, что у меня плитка снизу. Такими какими-то разводами. Подмела пол вот это всё. Убрала эту краску. Потом давай это самое. Я ж купила влажные салфетки, целую пачку. Я давай чистить вот эту вот плитку. Снизу всё. Потом, думаю, надо, наверное, и сверху. Но пока краска есть, надо что-то ещё сделать. И я пошла в кухню. Я пошла в кухню и решила, что вот ту трубу мне надо тоже покрасить, которая под окном. Вот. Я её покрасила. Покрасила, увидела, что у меня обои какие-то прямо тёмные. Когда вот очки одеваешь, то видишь всё. Я взяла влажные салфетки, девочки. Вот эти вот, которые я купила. И думаю, подруга эти обои. Обои-то у меня моющиеся. Вот. Я начала мыть. И смотрю, что они становятся светлее снизу. Потому что у меня очень-очень сыро. И вот это вот сыреет. Сверху это не так. А вот снизу от земли вот это вот такое вот сырость такая. Короче, я протёрла всё. Покрасила здесь трубы. И протёрла весь низ. Потом я решила перейти к другой стенке. И покрасила кусочек трубы. Вот так вот до этой самой, до счётчика. Вот этой тоненькой, которая подключается к газу. Вверх я уже не полезла. Потому что думаю, а как это я буду... Куда я поставлю банку? Как я буду в одной руке банку держать, другой макать над собой? Это самое. Думаю, это надо попросить у Тани эту самую, как её зовут, лестницу. Вот. И вообще лучше всего попросить Васю. Вот этот вот кусочек вот от котла и вот сюда. Тут всего-то это... Всего-то ничего попросить, чтобы он здесь... Я ему банку буду держать, а он мне это покрасит. Вот и всё. Вот и всё. Потом я вынесла это, залила кисточку водой в банку, чтобы она у меня не слиплась, чтобы не покупать мне новую. Ну и что? Я взялась пол подметать. Шмяка бегает. А знаете, а трава всё равно... Вот она высохла, что осталось, всё время у меня носится. Сейчас я ещё пол помою. Вот. Потом я помыла раковину. Потом я почистила газовую плиту. Потом я уже решила помыть руки и... И помыть вот эту вот красоту мою. Думаю, ну надо же её попробовать помыть. Вот. Хоть она лежала в этой самой... В этой шкатулке. Но вы знаете что? Я не могу сказать, что она стала белая, но она посветлела. Она... Она... Они, бусы, посветлели. Цепочка стала светлей. Значит, всё-таки на ней вековая грязь. Хоть она и не на виду лежала, а в этой самой даже бусинке, кажется, стали светлей. Вот я положила их на чистую тряпочку, чтобы она... Она высохла. Они... Они высохли. Ну вот. Стол тоже протёрла. Очень хорошие салфетки. Всё нормально. Пол, конечно, я ими мыть не буду. Вот. Пол у меня есть специальная щётка. Вот. Сейчас я налью водички и помою. А потом, наверное, надо пообедать. У меня есть виногрет. У меня есть котлеты. А картошку мне уже жарить совершенно не хочется. Если бы картошка была почищена, я бы, конечно, её забросила в сковородку. Но, вы знаете, честно говоря, я нанюхалась краски. Хотя форточка открыта в кухне, форточка открыта в ванной. Дверь тоже открыта. И дверь открыта на улицу. В общем, тут такой вот вроде как бы должен быть сквознячок. Но что-то я не вижу ветра. Ветер. Ветер закончился. С утра он был, а сейчас деревья стоят тихо. Так что я решила, что мне пора уже заканчивать. Я уже устала. Я устала и нанюхалась. И нанюхалась, девочки. Фух. Нанюхалась краски. Можно я сяду? Можно я присяду? Потому что я... Вот, ползать. Устала ползать на коленках. Не то, что я вообще вот не руки, не руки сами... О, все разлохматилось. Не руки у меня устали чистить. А у меня устала спина и коленки. Что я присела, привстала, привстала, присела. Потому что красить мне надо было и сверху, и снизу. Мне надо было это все видеть. Это я уже, девочки, переоделась. Когда закончила краску, я уже опять отделала свою тонику. Вот, одевала сарафан такой, который у меня давнешний, старенький, домашний. Вот. Надо пойти теперь помыться, потому что на коленке все время становилось. Вот. Так вот стоять согнувшись неудобно. А вот банку поставила на стул и сама на коленях, и удобно было красить. Все же это низко. Вот. Так что то, что я давно хотела сделать, я сделала. Единственное, вот эту трубу, теперь вот оно... Пока не трогаешь, вроде бы как бы, ну, нормально, может протереть ее, и все. Так как вот там труба идет за этим самым... За шторой. Когда Аришка мне снимала, я ей дала тряпку, она там протерла, все чистенько, нормально. Но когда начинаешь вот это вот... Где ты что с... А, это на улице все. Когда начинаешь немножко отбеливать краской, то сразу видно, какая черная, какая грязная, какая страшная. Может быть, ее тоже можно было протереть, но какая разница, если у меня в полбанке краски еще есть. Лучше ее покрасить уже, правда? Вот так вот. Вот так вот, мои хорошие. Ну, короче, вот такой вот... Вот такой вот у меня денек. Я прямо даже и кушать не хочу. Надо было бы поесть, но я что-то не хочу. Потому что нанюхалась краски. Ай-яй-яй-яй-яй. Как бы в холодильнике не пропиталось ничего, потому что я помню, как раньше бывало, начинаешь вот пол красить, потом с холодильника еду достаешь, и она хоть немножко, но вот как-то ощущается вкус этой краски. И там печенье, там у меня и булочки в шкафчике. А это же все не так герметично закрывается. Ну, и ногти надо привезти. Надо помыться сначала, потому что вымыла раковину, вымыла газовую плиту. Вот когда берешься за что-то, все, начинаешь одно, другое, третье. Я думаю, вы все знаете, что стоит за что-то за одно взяться, то потом надо все это делать. Вот. Можно подумать, что я раковину мыла вчера посуду и не помыла раковину. Помыла, конечно, но как ее оставить можно было, помывши посуду. Что я не помыла газовую плиту, если я там жарила котлеты. Конечно, я ее помыла, но сегодня я посмотрела. А вообще надо все делать в очках, потому что вот без очков вроде бы как бы ничего, вроде бы как бы и чисто. Одеваешь очки и сразу все видишь. Вот. Вот так вот. Сегодня тепло. Вроде бы надо было, уже надо, наверное, это самое, вот эти кучки загрести. Кучки на кучки. Но что-то я уже напрыгалась туда-сюда, и мне уже не хочется совершенно. Хочется просто пойти в беседку, сварить себе кофе, пойти в беседку и посидеть. Потому что тепло скоро закончится. И все. Шмяка сегодня тоже. Я проснулась. Я заснула очень рано. В 9 часов включила телевизор. И потом смотрю, там что-то нечего смотреть. Думаю, ну вот пусть он будет выключен, и я немножечко подремлю. Я заснула, я проснулась. Второй час был. Я пошла, открыла дверь, говорю, Шмяк, ты придешь домой? Он пришел. Пришел. Я пошла, бегла. Думаю, сейчас он ко мне придет. Я заслала его простынку. Он ходит, мяу-мяу-мяу, мяу-мяу-мяу, выпускаю его, и все. Посмотрел, что форточка закрыта. Ночью теперь холодно уже. Боюсь, что мозги продуют. В смысле уши. А вот. И я говорю, идем, идем, ложись вот на свою подстилочку, ложись. Он лег. Думаю, ну все, спим до утра. Час прошел. Он подскочил и к дверям. Все, выпускай. Ну что, встала, выпустила. Выпустила. Потом долго не могла заснуть. Вот такой вот сон такой разбивной. Вот. Валялась, не знаю, сколько времени, потом уже заснула под утро. Проснулась уже седьмой час. И вставать неохота. И вставать неохота. Думаю, надо же вставать. А вдруг Ариша зайдет сейчас с мальчишками. А я, понимаешь, лежу. Встала. Макияж сделала. Видео вам сняла. А потом думаю, надо идти красить. Погода прекрасная. Надо идти красить. Вот так вот. Сегодня какое у нас число? Пятнадцатое, да? У вас пенсия семнадцатая. Семнадцатого. Вот если семнадцатого он получит до обеда, то он, наверное, приедет. Нет, так может, до семнадцатого. Потому что обещал приехать мне поставить кран. Кран новый. Ну и тогда я попрошу его, чтобы мне там покрасило. А нет, значит, у Тани пойду возьму лестницу. И тогда уже с лестницы сама полезу. С этой стороны, где этот самый холодильник, там-то удобно. Там можно поставить банку на это самое, на холодильник. А вот здесь, в этом месте, над диванчиком, здесь хуже дело. Здесь некуда поставить. Девочки, а ведь было же время, когда я была моложе, мама еще моя была жива. И дом у нас не был обложен кирпичом. И я его красила. Я его красила. Снизу-то это было ерунда красить. Была эта самая. А вот эту верхнюю часть, которая у меня сейчас ужасная, проломанная. И не крашеная никакая, потому что когда-то Вася обложил кирпичом, потом мы начали что-то ссориться, и он это ничего не доделал. Да еще и проломал. И больше ничего не делал. Вот. А я это все красила. Стояла на этой самой, на лестнице, та, которая у меня стоит сейчас под окном. Вот. Она высоченная. Стояла на этой лестнице. Держала банку в руке. Большую такую, трехкилограммовую. Не такую маленькую, как сейчас у меня. И красила. Валиком, конечно, я немножко подкрашивала. Снизу, когда стояла. А здесь же, как валиком я буду красить? Как я буду банку макать? Естественно, я красила кисточкой. Сейчас вспоминаю и думаю, господи, как я могла это делать? Коленки тряслись. Не держалась. Держала только банку и кисточку. Это вообще, это что-то с чем-то. И не думала о том, что я могу свалиться или еще что-нибудь. Просто упиралась ногами. Так вот прижималась к этой лестнице и красила. Да, были времена молодые. А теперь от каждого шага пугаешься. Думаешь, ой, только б не зацепиться. Ой, только б не упасть. Только б не это самое, сюда не полезь или еще что-нибудь. Ну, делать надо. Делаем. Ну, уже чувствуем, что боимся. И уже начинаешь придумывать, как это сделать попроще. Как бы это присноровиться так, чтобы ни банка не упала, ни с кисточки не капнула. Ладно, девочки, буду я отдыхать. Немножко отдохну. И потом, наверное, пойду все-таки я во двор. Там две кучи осталось убрать. Потому что здесь я это сделала все сразу. Он косил. Я уже сразу подметала, сметала. Он ушел, этот парень. Я в мешки собрала, сразу занесла. На завтра я это тоже сделала. С улицы все. Здесь все убрано. Там осталось за домом только. Возле гаража. Там куча. Я ее сгребла, и куча лежит близко. Только дождь мешал это все сделать. И вторая тут возле... К проходу ближе. Вот две кучки надо только убрать. И будет порядок. Но краской пахнет, девочки. Пахнет краской. Очень-очень здорово. Фу! Бяка. Все, мои хорошие, на сегодня все. Работа не закончилась. Работа будет продолжаться. Я сейчас сварю чашечку кофе себе. Выпью с конфеткой. Не хочу и ни виногрета. Не хочу и ни котлет. Не хочу и ничего. Потому что я нанюхалась. Нанюхалась. И у меня такое чувство, что у меня этот запах прямо вот в носу. Прямо там в носу сидит. Вот. Надо отдыхать. Надо помыться, конечно. Надо помыться. Колени надо помыться. На коленях же ползала. Пол помыть на кухне. А только потом еще отдохнуть. Отдохнуть потом. Дождя, наверное, не будет. Небо очень красивое. Вот. На улице хорошо. Надо кучки эти убрать. И будет. И будет тогда хорошо. Все. Кофеек сварила. Кофеек сварила. Как всегда сбежал. Получилось полкружечки. Ну, что осталось, то будем пить. С конфетами. С конфетами. Как.